Какое настроение? Молодец! Итак, мы приглашаем всех поучаствовать в нашей сегодняшней акции. Нам повезло, у нас сегодня нет дождя, солнце, небо голубое. И я очень надеюсь, что все люди, которые сегодня вместе с нами будут красить забор, также вместе с нами через 2011 год, это получается через три года, будут праздновать на этом месте новоселье в новом детском центре. Привет еще раз! Вам отлично видно, вы рядом, да? Привет, дети! Здравствуйте, взрослые! Спасибо, что пришли на наш праздник. И я хочу пригласить на сцену Александра Григорьевича Румянцева, директора Федерального научно-клинического центра онкологии и гематологии. Наш главный папа. Дорогие дети, родители, дорогие гости, приехавшие из разных мест России, из-за рубежа, я хочу всех поздравить с Днем Защиты Детей, с нашим праздником основным. Мы собрались сегодня впервые на площадке будущего центра, который будет построен здесь, вот на этом уровне 4,5 гектаров земли, в центре Москвы фактически, на Ленинском проспекте. Этот центр 70 тысяч квадратных метров будет, гигант. Самый крупный в Европе центр, который не будет иметь аналогов с точки зрения тех технологий, которые будут здесь сделаны. Здесь будет несколько отделений трансплантации костного мозга. Здесь будет вся хирургия, которая нужна нашим детям. Здесь будет банк стволовых клеток, служба крови, специальный лучевой центр для облучения детей. Здесь будет площадка для реабилитации. Здесь будет поликлиника. И самое главное, о чем я хочу сказать детям и родителям, здесь будет гостиница, наша гостиница, центровская, бесплатная, на 150 комнат, где семья может здесь жить, пока дети лечатся в стационаре. Этот центр сможет выполнять примерно 300 трансплантаций в год. Сегодня в России сделано в этом году 116 трансплантаций во всей России. В этом центре в год будут лечиться примерно полторы тысячи детей. Кроме того, мы обязательно с помощью наших друзей, организации «Подари жизнь» организуем здесь колл-центр, то есть центр связи со всей Россией, чтобы каждый ребенок, который нуждался бы в помощи, мог ее получить, потому что здесь у нас. Потому что этот центр будет располагать выдающимися возможностями с точки зрения лечения пациентов. Сегодня такого центра нет нигде. И в Европе такого центра, собранного в одном месте, нет. Мы в июне месяце заложим первый камень и будем работать круглосуточно вместе с нашими немецкими коллегами, потому что генеральный подрядчик – это германская фирма, которая строит специальные медицинские здания. У нас есть деньги уже на этот год, и мы должны к концу этого года закончить работу тем, чтобы стояла коробка. А дальше будем ее наполнять. Центр должен быть по государственной программе открыт во втором квартале 2011 года. В этом центре будут работать примерно полторы тысячи врачей, медицинских сотрудников и работников, всем, чтобы обеспечить пациентов. Лечиться одновременно в центре будет 400 детей. Я хочу сказать о том, что мы 17 лет работаем в России в виде нашего центра, который так и назывался. Сегодня мы работаем в Москве на базах шести больниц. У нас есть филиалы в разных городах России, но нам нужна такая инфраструктура, которая отвечала бы выдающимся мировым стандартам, чтобы мы могли не только здесь работать, но и обучать врачей всей России. С праздником вас, дорогие друзья! Спасибо вам, что вы пришли на наш праздник! Спасибо огромное! А сейчас я хочу... Этот центр будет строить компания «Транзумет». Вот она там вот вывешена. И я хочу пригласить на сцену президента этой компании. Прости, пожалуйста. Я прошу прощения. Поднимайтесь к нам. Любые ребята, любые гости, Дорогие дети, дорогие гости! Сегодня международный детский день. Все детские дни у них главная цель соединять всех детей вместе. Дорогие дети, дорогие гости и свободные учебы, и достаточные медицинские обеспечения. Для здоровья детей здесь будет построен очень современный медицинский центр высокой технологии. Ein Centrum der Hochtechnologie. Wir freuen uns... И мы очень рады... ...an der Realisierung des Projektes, активно teilnehmen zu dürfen. Активно участвовать в реализации этого проекта. Дорогие друзья, у нас есть возможность... Дорогие друзья, у нас есть возможность... задержать основные правления, говорит фонд Фрица Лампата, составлять сцелы, Forschungsarbeiten und Weiterbildungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Onkohematologie zu fördern. Поддержать научные работы в области онкогематологической технологии. Wir freuen uns dieses Jahr и мы очень рады в этом году Herrn Professor Alexander Karatschunский zu übergeben seine interessante Arbeiten werden dazu beitragen приз, потому что его очень интересная работа поможет den Leukämie kranken Kindern eine bessere Heilung-schance zu ermöglichen. Wir lechen дети, die Leukämie haben. Dazu mehr von Prof. Dr. Lambert und Frau Prof. Dr. Kreuzig. Поэтому больше von Prof. Dr. Lambert und Prof. Dr. Kreuzig. von Prof. Dr. Lambert und Frau Prof. Dr. Lambert von Prof. Dr. Lambert und Frau Prof. Dr. Lambert und Frau Prof. Dr. Lambert Дорогие друзья, конечно, дорогие дети. Много привет из Германии. Я очень счастлив. И у меня больше радость быть здесь. Это коронация. В 1991 году я был в России больше 40 раз. В очень много центрах, особенно в Урале, в Екатеринбург. Чтобы помочь в создании центра для детской онкологии. И сегодня очень большой праздник. И сегодня мы хотим передавать приз для научной работы, которая базирует на совместной работе между Россией и Германией. В будущем наши партнерские отношения будут еще лучше. Конечно, на будущее лучше. Давай, давай. Поехали. Доктор Александр Карачунский. Наверняка очень знакомый нашим детям. Профессор. Дорогой профессор Карачунский. Я очень рад вам сегодня передавать приз, так называемый Фриц Лампатом. Имя общества для детской онкогематологии. В Германии. Передавать. Вы получаете приз для, так называемый по-английски. Результаты первого рандомного мультицентра для детей. Что-то очень серьезное, в общем, мы поняли, да. Для локемии в России. Обычно с этим люди оценивают отличную научную работу, которая была сделана в кооперации с немецкой командой в Берлине. И это очень соответствует идее приз Фриц Лампатом. Результаты помогут, чтобы детям, которые имеют локемию, можно в России помочь. И здесь речь идет о том, что 10 центров участвовали в студии. Она была сделана между 1985 и 2002 годом. И здесь было сравнение с протоколом, который обычно сделается в Германии, с протоколом, который был сделан в России. И коротко можно сказать, что получаются очень хорошие результаты и меньше негативных эффектов. Сегодня в этом протоколе участвуют 40 клиники. И в связи с этим, есть возможность увеличить их на 70%. Поэтому я хочу сегодня не только профессора Карачунский назвать, а тоже других, которые участвовали. Я буду сейчас просто их имя почитать. Это кооперация с Германией. И там участвовали следующие люди. Я не буду переводить. Она сейчас их просто называет. Это были немецкие участники и сейчас будут русские участники, руководители из более 10 центров. Мякова, Тибаков, Махорти, Баджун, Матчан, Фетчина, Шамадина, Дучкин, Лебедев, Варфоломева, Тибофева, Румянцева, Чипсанова и профессор Румянцев. Я сейчас хочу передавать. Ант Профессор Карачунский. Ант Профессор Карачунский. Ант Профессор Доктор Мед Александр Карачунский. Спасибо. Все. Давай, давай. И вот, наконец, момент вручения замечательного приза профессору Александру Исаакчу Карачунскому. Вам слово. Дорогие дети, дорогие друзья, буквально два слова, потому что иначе будет очень скучно. Но все-таки есть несколько вещей, которые я хочу сказать. Первое. Наша работа показала, что только совместная работа многих клиник, многих врачей, как единой команды, может улучшить результаты лечения больных раком. Другого варианта нет. И это магистральный путь для улучшения и спасения жизни детей больных раком в России. Ты хочешь, как хочешь. Сочи, Нижнего Новгорода, Новокузнецка и многих других, эта работа была бы невозможна. И мне хочется сказать особые слова благодарности нашим немецким друзьям. Прежде всего, профессору Хенца, который нашел себе мужество создать такой протокол, необычный для всего мира, необычный для Германии. Это было непросто. Нашему старому другу доктору Мартину Фридриксу, который на протяжении 20 и более лет помогал нашим детям. Эберхарду Рудзувайту, организации контакта, без которого это исследование в России просто было бы невозможно. Ральфу Херальду и Аренду Штакельбергу, без которых не была возможна научная поддержка и было бы сложно опубликовать наши результаты. И, конечно, всему немецкому народу, потому что эти деньги, эта помощь оказывалась не отдельными какими-то крупными компаниями или немецкими фирмами, а самим немецким народом. Когда люди приходили в церковь, женились, получали денежные подарки и тут же в церкви оставляли их на лечение детей, российских детей больных лейкемией и раком. Так продолжалось на протяжении последних 15-17 лет. И все, что я хотел сказать. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Это очень важная официальная часть нашего сегодняшнего мероприятия. И она закончилась. А теперь начинается праздник, о котором мы говорили и обещали. Наших детей аккуратно уже туда повели к самому началу, к воротам, где мы собираемся провести раскраску забора. В двух словах, что за идея. Вот сейчас врачи, Александр Исаакович говорил, что победить рак возможно только при объединении усилий всех врачей в разных странах мира. Точно так же поддержать наших врачей, помочь им сделать это все максимальным возможным образом. Нужно объединять усилия всех волонтеров и благотворителей. И вот эмблема нашего фонда это цветные человечки, которые держатся за руки. Сейчас мы хотим разрисовать этот забор цветными человечками. Будем обрисовывать друг друга и всех приглашаем как к раскраске. Это станет гарантией того, что через несколько лет мы здесь все встретимся и увидим уже построенный прекрасный новый центр. Если вы готовы пачкаться красками, то я прошу всех пройти туда и начать рисовать забор. А пока вы идете, я вам скажу важную информацию, которую вы должны знать. Если у вас возникают вопросы, то вы вылавливаете людей вот с такими вот значками, с такими бейджиками. Они будут вам помогать ориентироваться в пространстве. Если вы проголодались или замерзли, то с левой стороны в столовой всегда есть еда и напитки, а также пледы и зонтики, если на вас слишком печет солнце. Через 45 минут мы всех пригласим обратно сюда собраться. Мы будем поздравлять друг друга и говорить друг другу прекрасные всякие радостные, добрые вещи. По-моему, все сказала. Все, пошли красить. Пошли. Дети будут поздравлять врачей, а потом еще нас будет поздравлять группа Браво. Так что, хорошего нам всем отдыха. Я буду вызывать вас на сцену, а вы, пожалуйста, не робейте. Не как обычно. Дина! Дина Корзун! А всех остальных я очень прошу громко-громко хлопать. Потому что это наши необыкновенные, самые лучшие в мире, чуткие, с удивительным чувством юмора, прекрасные врачи. Итак, начну с общей гематологии. Хачатрян Лиля Альбертовна. Дина Адамировна. Жарикова Людмила Игоревна. Мощан Михаил Александрович. Мощан Алексей Александрович. Петрова Ульяна Николаевна. Это дети сами рисовали. Все сами рисовали. Синицына Вероника Владимировна. Хлопайте громче! Калинина Ирина Игоревна. Мехкова Наталья Валерьевна. Наташа. Карачунский Александр Исакович. Румянцев Александр Григорьевич. Ушел, видимо, уже, да? Нет, идите, идите к нам. Тюкалова Наталья Рудольфовна. Юлия Георгиевна. Макарова Ольга Валерьевна. Трахман Павел Евгеньевич. Балашов Дмитрий Николаевич. Шипицына Ирина Павловна, пожалуйста. Скворцова Юлия Валерьевна. Богачева Наталья Юрьевна. Наталья Юрьевна. Нет? А! Илюшина Мария Александровна. Удовиченко Елена Сергеевна. Финогенова Наталья Анатольевна. Она там. А! Мамедова Елена Алексеевна. Сережа пришла. Спасибо. Половцева Татьяна Валентиновна. Баринова Евгения Александровна. Спасибо. Литвинов Дмитрий Виталик. У-у-у! 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 Ты ты здесь, а в списках нет. Новичкова Галина Анатольевна. У-у-у-у! Мамед Blue and Blue, ThaPy, ThaPy. М으-у-у! Все, да? Все! Что? Кого забыли? Юлия Юрьевна! Какая? Роман Игоревич, Роман Игоревич, Роман Игоревич, Роман Игоревич, Раш идет Дарья Алексеевна, Дарья Алексеевна, мы просто писали тех, кого видели, пожалуйста, а вы с чем, с кровью уже? Кого еще? Юлия Юрьевна. И сейчас сестер будем. Юлия Юрьевна. Юлия Юрьевна. Дубровина Мария Эдуардовна. Ура! Юлия Юрьевна. А теперь таким же образом мы будем поздравлять наших самых дорогих и любимых медсестер, мед... 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 родственников. Это те, которые подчеркнуты. Я очень извиняюсь, если я что-то буду неправильно там произносить. Во-первых, я волнуюсь. Во-вторых, я, конечно же, не всех знаю. Извините меня, пожалуйста, заранее. Чуванова Лера. Калинина Таня. Спасибо вам большое. Морякова Наталья. Шиманов Павел. Шпруненко Людмила. Шалаева Лидия. А вы с дежурства? Добро пожаловать. Спасибо вам. Четверикова Катя. Галкина Ольга Николаевна. Вон он сидит. Куликова Оксана Михайловна. Яшкова Юлия Васильевна. Максимова Наталья Анатольевна. Грунковская Маргарита Петровна. Климова Екатерина Юрьевна. Спасибо вам огромное за ваш труд. Шмырной Елена Михайловна. Дети, дорогие дети, сейчас на вас вся надежда. Забыли доктора, забыли доктора. Юрлова Марина Игоревна. Марина Игоревна! Марина Игоревна! Конечно, простите, пожалуйста. Абсолютно. Мы писали тех, кого учили. Смотрите еще кого. Ребята, дети, одна вас вся надежда. Ваших докторов всех назвали? Медперсонал всех назвали? Кого-то забыли? Кого забыли? Зарина Михайловна. Анкогематологик Наташа и Вика. Наташа и Вика. Здесь нет. Мы потом все передадим. Кого? Наверное, на дежурство. Ирина Викторовна. Ирина Викторовна. Пожди. Всех тех, кого мы не поздравили, мы обязательно поздравим уже в отделении. Потому что многие... Кого? Денис? Денис и Саша, иди. Скромные такие. Давайте, давайте. Так. Павел Евгеньевич. Павел Евгеньевич здесь? На дежурстве. Все передадим. А теперь вас поздравят дети вслух. Дело в том, что... Что? После детей? Да. Дело в том, что мы решили дать такое задание детям, чтобы они написали про вас сочинение. Они написали про вас сочинение. Прекрасное сочинение. Но если мы их будем сейчас читать, то мы до утра отсюда не уйдем. Поэтому мы решили сочинение не подарить вам так. А сейчас они вас просто поздравят. Алена, Инна и Никита. Начинает Инна. Я хочу поздравить всех врачей за все, что они сделали. И хочу пожелать им счастья, здоровья, удачи. Чтобы у них в жизни все было хорошо и они никогда не болели. АПЛОДИСМЕНТЫ 22 октября 2007 года я приехала в ОРДКБ. И там я смог познакомиться со всеми специалистами этой больницы. Я хотел бы им пожелать здоровья, счастья, всего самого лучшего. И денег побольше. Государство. Я нахожусь на лечении уже седьмой месяц. И хочу сказать большое спасибо нашим врачам. Хочу сказать большое спасибо своему лечащему врачу. Она очень добрый, теплый, внимательный и хороший человек. Спасибо ей за то, что когда мне бывает плохо, она всегда мне поможет и поддержит меня. Хочу сказать спасибо нашему, нашей заведующей. Она просто замечательный человек. Также хочу сказать большое спасибо медперсоналу. За долгое время все мне стали как родные. Между прочим, дети первый раз на сцене. Вот они очень волновались. По-моему, замечательно все получилось. А теперь приглашается на сцену Новичкова Галина Анатольевна. Она очень хочет что-то сказать. Да, я хочу сказать спасибо всем, что вы сюда пришли. Мы приготовили вот такие подарки для всех. Это такие брелочки. Они светятся. Они в виде маленького кирпичика. Мы будем считать, что это первый кирпичик в здании нашего нового центра. Здесь на нем изображена эмблема нашего центра. Она новая. На первый раз вы ее увидите вот здесь. И я всех детей, всех гостей приглашаю. Вот целая коробка этих брелков на память, на счастье. Мы вам их дарим. Подходите, пожалуйста. Нет, не подходите, иначе начнется хаос. Подождите. Все получится. А сейчас мы хотим поздравить и сказать, конечно же, спасибо тем людям, которые сдают кровь. Нашим донорам. Я сейчас на сцену приглашаю и известных людей, кто у нас сегодня здесь с нами. Всех наших артистов и музыкантов, чтобы помочь подарить вам, дорогие доноры, майки. Артисты. Сереж, Сереж. Ир, Жень. Вы можете вот так вот понабрать вот этих майок, просто встать и вот так вот раздавать? Да? Только на сцену. Идите сюда, на сцену. А доноры, подходите к сцене. Все нормально, снимай, снимай. И, Гриша, нужны еще майки. А вот они. Ну? У нас нет доноров, да? У нас никто кровь не сдаёт. Подходите. Нет, на сцену не заходите, а вы вот здесь внизу, чтобы мы не толпились. Жека, дари. Спасибо вам огромное. Вы знаете, можно собрать деньги, чтобы купить лекарства. Но для того, чтобы получить гонорскую кровь, должен быть живой человек с добрым сердцем, с волей, с желанием отдать, поделиться частью себя, частью своей крови. Спасибо вам большое. Даня, ты донор, да, Даня? На, на, Данька, Данька, иди сюда. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Катя, ты сдавала кровь. Держи майку. Доноры, дорогие доноры, подходите, пожалуйста. Доноры и волонтёры. Пусть у нас у всех будут и такие майки, и мы будем видеть друг друга издалека. Слышите? Слышите? Вот они идут. Подойдите, пожалуйста, наши волонтёры. Лёша и Ира. Волонтёры! Влада! А волонтёры, они же и доноры. А доноры, они же и волонтёры. Спасибо вам огромное. Да, нам нужно очень поторопиться, потому что там набегают тучи, а нам ещё нужно докрасить забор. Самые-самые детали доделать. Волонтёры, ребята! Ребята! Мы знаем, что вы очень скромные. Идите сюда, девчонки, ну идите сюда. А ты, Егор, пиздельник, иди сюда майки раздавать. Ну что, тогда мы идём быстро дорисовываем забор. Во, у нас ещё там огромные просто дыры. И пока не наступил дождь. А потом возвращаемся все сюда и слушаем группу «Браво!». И я в очередной раз повторяю. Давай, давай, Егор, Егор. Спасибо. В очередной раз хочу повторить, кто замёрз, или кто проголодался, или кто хочет пить в столовой, есть для вас пледы Ира Рахманова, Лёша Айги. Идите сюда. Лёша. Спасибо. А сейчас я попрошу всех желающих получить памятные перелки с эмблемой нашего фонда. Подойти с эмблемой нового центра. Если начнётся дождь, то всё в той же столовой есть эмблановые плащи. Можно, можно там их получить. Только, ребята, аккуратнее, аккуратнее. Смотрите, дети. У нас дети, чтобы не затолкать детей. Слышите? Давайте, может, мы это... Ууу, это путь. Уууу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо! Кажется, даже дождик перестал. Это замечательно. Сегодня первый день лета, с чем мы вас поздравляем. По погоде этого, конечно, незаметно, но очень хочется верить, что скоро все исправится. И наша следующая песня, это, правда, не летняя, а весенний гимн она называется «Ветер знает». Я тебя узнал во вчерашнем странном сне. Все, что я увидел, будет вечно жить во мне, если ты захочешь обо всем мне рассказать, не знаю, где меня искать. О, свой на небе, шепчет нежные слова, я в одном уверен, только ты всегда права. Если ты захочешь обо всем мне рассказать, если ты захочешь обо всем мне рассказать, не знаю, где меня искать. И весенний день порвался в это небо, я вспомнил, где я бегал, о чем мечтал, оскорить всю небо. И весенний день порвался в это небо. Я вспомнил, где я бегал, о чем мечтал, оскорить всю небо, оскорить всю небо. И весенний день порвался в это 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 небо, я вспомнил, где я бегал, о чем мечтал, оскорить всю небо. И весенний день порвался в это небо, я вспомнил, где я бегал, о чем мечтал, оскорить всю небо. И весенний день порвался в это небо.